Здравствуйте, дамы и господа! В таком необычном режиме мы продолжаем наше занятие по JavaScript. На прошлом занятии мы остановились на том, что обсудили замыкания, как они могут быть использованы для создания приватных переменных в классах. Давайте сейчас научимся использовать их еще одним интересным образом. Понимая, что у нас есть точки, у которых есть коордонаты X и Y, и у нас есть сдвинутые точки, у которых, соответственно, есть дополнительные TX и TY, причем они унаследованы от точек, и у них преобразованы GTX и GTY, и не преобразованы X и Y. А теперь мы сделаем буквально следующее. Завернем весь этот код в еще один слой. Сначала это будет выглядеть странно, но потом увидим, каким эффектом это приведет. Так, значит у нас будет новая функция. И мы ее тут же вызовем. Напомните мне по предыдущей лекции, для чего мы используем функции, определение функции, которые тут же вызываем. Используются для того, чтобы определить новую область видимости. Собственно говоря, здесь мы этим не сделали, и нам нужно что-нибудь вернуть. Давайте эта функция вернет определение, что такое Point. Вот такая запись является сокращенной вариантом вот этой записи. То есть если имя, свойства и значения это один и тот же идентификатор, то мы можем указать, сколько значения, и имя будет автоматически выбрано такое же. Теперь, что такая запись нам позволяет сделать? Например, мы можем написать let when to points.point. Let's see what we have for 10-20. Вот, и давайте посмотрим, например, дамп вот. Собственное, мы видим, что у него свойства и 10-20. 10 GTX возвращает и 20. Ровно так же мы можем вызвать тамплат. Viewpoint. Shifterpoint. Shift. Point. Давайте 10, 20, 1, 2. И увидеть, что GTX и GTX не возвращают, а 1, 2, 2. Что более чем ожидает. Итого, что же мы получили? Здесь мы получили новую область. И можем обращаться к ней примерно так же, как мы бы обращались по полным именам к классам, находящимся в пакете. Сразу же возникает вопрос, а можем ли мы сократить такое полное имя? Ну и на самом деле нет никаких проблем. Мы всегда можем написать, Shifterpoint. Это, соответственно, points.point. и все будет замечательнейшим образом работать. 10, 20. Да. А, извините, я здесь зачем? Ну, все не надо вызывать разумеется. Вот такой вот все импорт всего на все присваивают. Вот. Сразу же возникает вопрос, а можем ли мы теперь в созданном нам таким способом замыкания определить какие-нибудь переменные, недоступные снаружи. Ну и на самом деле нам ничто не может уменьшать, что сделать. Например, им здесь переменную name и определим у point. Соответственно, метод getName и setName. и так, здесь будет 3 здесь будет 3 и в отличие от переменных x и y, которые у нас уникальны для каждой точки. Здесь у нас имя уникально целиком для нашего как это обычно называется модума. Давайте проверим, что если мы, во-первых, сделаем points point 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 ... ... ... ... ... ... ... ... 10 20 вызовем у него zName мы получим hello если мы вызовем zName от zz то пока ничего не произошло но смотрите при этом вызвался новый конструктор точки то есть точка у нас на каждый раз новая и если теперь getName то мы получаем zz действительно name у нас теперь общая переменная целиком для модуля она инкапсулирована в нем снаружи к ней доступ может осуществляться только при помощи тех функций ну или нет так можно назвать которые определены в нашем модуле то есть если мы не захотим экспортировать то никакого способа снаружи поменять имя просто не будет существовать окей продолжим что еще можем здесь определять свободно давайте посмотрим первую позицию анус который принимает точку и его абсолютное значение что же это вполне ожидаемо пап спер d от point x в квадрате плюс point y в квадрате в вопрос будет ли так определенная функция апс работать для сдвинутых точек в точек в точек в не стесняйтесь отвечать голосом окей да она действительно будет замечательно что она будет работать давайте проверим значит мы можем использовать point с точки апс от to point так points shift point ну чтобы было понятно какое значение давайте возьмем 2,3 если не могу на 1,1 вот да shift point должно быть вот вызвались оба конструктора потом вызвалась функция апс получили результат 5 действительно у нас получился вектор с координатами 3,4 длина которого равна 5 итого для того чтобы сделать в JavaScript аналоги пакетов нам опять же не пришлось привлекать никаких новых концепций мы использовали только то что у нас уже было в данном случае то что определяют замыкания в котором могут лежать переменные вот и на основе этого мы можем сделать аналог пакетов можем ли мы таким образом сделать выложенные пакеты ответ разумеется да просто напросто здесь мы определим внутри еще одну область и экспортируем вот специфический у нас способ экспорта получается мы просто возвращаем те определения которые хотим чтобы были доступны снаружи если мы не экспортировали переменные то снаружи никто доступ не имеет ровно так же будет с функциями которые не были экспортированы окей да теперь давайте поговорим про обработку ошибок мы помним что при работе в работе javascript да у нас если мы пытаемся вызвать единичку то выяснится что единичка это номер а в свою очередь числа это все таки не функции и их нельзя вызывать вот то тут у нас случился и так же как в javascript его можно попробовать поймать в а в в а в а давайте посмотрим что сделаем по результату ведущего домашнего задания на самом деле это всего на все вызов соответствующий момент тут ничего интересного вот и что же мы знаем про то наши ошибки в данном случайном дате в спросе E.Name увидим что имя у ошибок совпадает с именем класса который создали эту ошибку дальше можем проверить E.Message увидеть что тоже после двоеточия в ту стринге это всего нашего сообщения которое привязано к нашей ошибке и соответственно что еще у нас хочется различать разные виды ошибок давайте проверим правда что E.Name 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 им E.Name 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 Как, в целом, хотя бы идеологически сделать такой инстансов, если какие-нибудь стереи. Я не могу сказать, что транслируется. Никто похож. Тут предлагается идти про прототипом до нула, и это правильная идея. То есть мы можем проверить, что... ...объект with that type of code e равен type e. И выяснится, что typeerr.product type, разумеется, сама функция, а прототипом, и это true. Вполне ожидаемо. Хорошо. Соответственно, если нам нужно углубиться в большее, мы возьмем еще один опчик вверху. Root of type. Оп. Проверим в данном случае, что у нас это error.product type. Действительно, typeerр непосредственно унаследован от ошибки, и поэтому здесь мы тоже получаем true. То есть, в общем случае, инстансов работает банальным образом. Он берет прототип объекта и смотрит, не равен ли он прототипу, указанному в соответствующей функции конструктора. Если равен, возвращаем true. Если не равен, то попытаемся взять прототип еще раз. И так далее, пока не получим прототип равный дулу. Если мы не нашли конструктора в этой цепочке наследования, то, разумеется, инстансов возвращает в фотос. То есть, инстансов есть, несмотря на то, что классов у нас пока что никаких нет и непрекраснейшим образом работает. На самом деле, в JavaScript можно кинуть не только... Ну, вот... Во-первых, можно кинуть собственную ошибку. Да, давайте проверим. No. You. Typeer. От. To. 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 Продолжит работать вполне ожидаемым образом. То есть, мы создали свой новый экземпляр ошибки и тут же ее бросили. Ну, тут выясняется внезапно, что в этом месте JavaScript больше похож на C++, чем на JavaScript, потому что мы можем бросать все, что угодно. Например, можно бросить единичку. Выяснится, что ToString у единички это один, вполне ожидаемо. Извините, никакого имени и сообщения у нее нет. И, разумеется, она ничего не унаследована. Вот, то есть, это самая, что ни наезд, обычная единица. Давайте мы проверим этот факт. Значит, ERR равно 1. Да, это она. То есть, в JavaScript в целом вы можете бросить совершенно все, что угодно. Хотя приличный код, разумеется, бросает только наследников класса ERR. Потому что они ровно для этого их предназначены. Следующий вопрос, который должен возникнуть. Можем ли мы сделать свою собственную ошибку? И, в целом, что бы нам могло помешать это сделать? Давайте мы организуем. Соответственно, нам понадобится фанш. Custom ERR. Кто будет принимать сообщения? Вот. Мы хотим ее унаследовать от ERR. Поэтому мы знаем, что это ERR. Call. От 1000. Так, дальше. Дальше, что у нас есть в прототипе? Во-первых, мы его хотим унаследовать от прототипа. Мы хотим унаследовать его с ученым вручок и от ERR. После чего нужно, напоминаю, не забыть обратно вернуть конструктор. Это все-таки Custom ERR. Также мы знаем, что у приличного заключения есть поля Name. И давайте мы его тоже определим. Прямо вот здесь, мы же не имеем в виду. Custom ERR. И, в целом, вроде бы это все нам понадобится. Давайте проверим. Ну, мы сделаем еще раз вот этот вход. И zero, и zero. Так, что мы видим? Понятно, что это не яблечко. Так, и ERR call this message. То есть, сейчас у нас message.mx.in. Это явно не то, что мы хотели определить. А вот здесь одно напишем. О тех сообщениях Hello, вполне ожидаемым образом. Где Instance of Error возвращает. Да, у Instance of Type Error возвращает false. Вот. Можем здесь путаться. Ну, соответственно, Instance of Error. Проверить. И здесь, узнаете, получить True. Все работает вполне ожидаемым образом. Наши собственные ошибки. Ну, вот. Как все в JavaScript делается довольно просто. Буквально в несколько строчек в год. То есть, опять же, при этом у нас не появляется никаких новых концепций. Это все то же самое. Обычное прототипное наслепление. Взяли и у нас скепилось. Да. Ну, и концепция того, чего можно бросить JavaScript. Бросить можно все, что угодно. Конструкция. Кэтч Е всегда ловит все, что угодно пролетающее мимо него. Если вы хотите обрабатывать конкретный тип машинок. То вы тут внутри пишите. Если есть Instance of Type Error. Если, соответственно, есть Instance of Custom Error. О, можно показать, что это наша специальная ошибка. Custom Error. А здесь мы не смогли обработать ошибку этого типа. Мы ее просто выбросим еще раз. Road. Еще раз будет работать. Давайте проедем. Проверим Так, говорят Где-то Где-то Да, здесь мы бросили Custom Error Теперь мы бросили Type Error Это мы бросили Syntax Error Он не тот, не другой Нам говорят, что у нас Не пойманная ошибка Вот все, опять же, работает Вполне ожидаемым образом Да, за счет того, что у нас Нет специального синтаксического сахара Который бы работал с ключами Приходится писать его чуть длиннее Зато четко видно, что здесь нет никаких Новых сверхъестественных концепций Есть ли вопросы по обработке ошибок? Окей Видимо Нет, давайте продолжим Следующая пара вещей о том, что в JavaScript Все не совсем то, как кажется Я много раз говорил, что у нас в JavaScript есть всякие глобальные вещи Ну вот, например Модуль Points Он вполне себе Глобальный Вот, что еще Тот же самый Кастеререр Глобальная функция И так далее Но на самом деле Это все не совсем правда Потому что У нас есть так называемый глобальный контекст Общий контекст исполнения И Внезапно выясняется, что все наши глобальные переменные Это всего-навсего Поля в Объекте, представляющем глобальный контекст исполнения Здесь он заэкспорчен Как переменная с именем Global Потому что, к сожалению По стандарту Нету Не определено общего способа доступа К глобальному объекту Несмотря на то, что он по стандарту есть Но в разных местах Доступ к нему по-разному Он осуществляется В некоторых местах Это именованное Например, в браузере Это Виндоу И мы можем проверить Что Виндоу Кастереререр Это все тот же самый Кастереререр Можно даже проверить На Виндоу Говорится вообще не вопрос То есть Глобальный объект в браузерах По стандартификации Называется Виндоу В других местах Глобальный То есть По умолчанию Ссылается на глобальный объект Так тоже бывает В браузерах Например, это тоже работает Но Вам не гарантируется Что это работает Во всех возможностях Например, по этой причине Какого-нибудь Node.js Никакого Виндоу у вас нет Но Поход Содейс Работает А При запуске Из Java Вы в явной форме Назначаете Кто у вас будет Глобальным объектом Если вы его Не заэкспортируете То Не будет У вас не будет ссылки На этот глобальный объект Несмотря на то Что он существует И следующий вопрос Смотрите Мы экспортируем ссылку На глобальный объект И мы договорились Что Ну вот Все наши глобальные вещи Являются В свою очередь Полями глобального объекта А как тогда это работает Смотрите У нас есть глобальный объект И у нас По идее Есть ссылка На него Ну вот Я здесь ее использовал Вот И по определению Так как Это обращение К чему-то глобальному Это должно быть Обращение К полю глобального объекта И в данном случае С именем глобал То есть мы получаем Вот такую вот Самозамкнутую структуру И в целом Это Никому никогда не мешало Глобал.глобал Отличие Отличие Чего уже работает Причем За счет того Что он закольцован Разумеется С произвольной Степенью вложенности Итого То глобальные переменные В javascript Это ровно Такой же Обман В каком-то смысле Как все остальное То есть Внизу у нас Все еще Самое обычное Отображение Из строчек В значении Вот И напоминаю Что у нас Была цепочка Контекстов Вычислений Что у нас Каждая функция Создает Новый контекст Вычислений И так далее Вот У которого Есть Родительский контекст Если она В кого-то вложена На который Она ссылается И так далее И в конечном итоге Все упирается Вот тот Самый глобальный Объект Который Является Самым настоящим Жалскриптовым Объектом Вот И если рассматривать Эти ссылки Как они работают Они работают Примерно По тем же Самым правилам Как у нас Работают Прототипы О Итого Даже специальный Чего-то Для глобальных Объектов Жалскрипти На самом деле Не завезли Просто-напросто Если у вас Есть Неупомянуто Имя То Жалскрипт Посмотрит А нету ли Этого имени В Глобальном Объекте И если что Такие вещи Как Object Array И так далее Они тоже Совершенно Просто-напросто Стандартные Свойства У глобального Объекта В них нету Вот Для их экспорта Не используется Никакого Специального Механизма То есть Стандартная Библиотека Доступна Ровно так же Как и все остальное И при желании Вы можете Переопределить В том числе Целиком Бонус Стандартная Библиотеку Джалстри Да Вы можете У себя Где-нибудь В прологе Написать Что Объект Это Какая-то Совершенно Новая Вещь И Если вы Это Сделаете Достаточно Аккуратно Это Будет Замечательным Образом Работать Так Следующая Веселая История Из Мира Джалстри Там Значит Смотрите Я Использовал Для определения Констант Ключевое слово Конст Для определения Перемен Ключевое слово Лэп Вот На самом деле В Джалстри Можно определить Переменную Еще Одним Способом Для этого Служит Ключевое слово Вар Давайте Проверим Вар 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 И Соответственно Дополните Вар А Пусть Вар Существует И Вызовем Ключевый Тест Увидим Вполне Ожидаемый Результат Двить И Тут Возникает Вопрос А в чем Тогда Разница Между Вар И Лэд Разница Между ними Заключается В области Видимости А именно Переменная Объявленная С помощью Лэд Видна Начиная С того Места Где Вы Ее Объявили То есть Вот Здесь У вас Лэд А Не Определен Не То Что У него Нет Значения А Просто Нет Такой Переменной Переменной Проверим А Если Небраться Буду Включить Вот Давайте Еще Эту Систем Допишем Дальше Дальше Мы Не Можем Здесь Обращаться К переменной А Зато Здесь После Ее Определения Разумеется Может Вот Заметьте Что Определения Присваивания Значения Нем Нем Определено Но без Значения А Здесь А Соответственно Управляется Зак 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 Вот Мы Вполне Ожидаем Здесь Получаем Что Переменная А Уже Существует Но Значения У него Отсутствуют В Джавас Крипте Это Называется Антифар Как Всегда А Здесь Оно Определено И Значение Есть Ну Значение Так Вот Вар Действует Немного По-другому Он Определяет Переменную Целиком На Уровне Блока Вот Соответственно Вар А Вот В этом Место Уже Определено То есть Есть Такая Переменная Пусть Эта Переменная Определена Ниже По Коду Она Все Равно Определена Вот Потому Что Она Определена Внутри Соответствующей Функции Мы Можем Например Написать Если False То Тут Что Произойдет Да А Все Реторм Ноги Функции Тему Ольга Слыш Или Или Немного Ольгу Произделю Слыш По Ольга Главна Немного Слыш Кстати, ставят точку за петой, несмотря на то, что в JavaScript есть правила, которые за вас их самостоятельно вставляют. Так вот, смотрите, переменная А, которая была определена здесь, во вложенном полуоке И, в которой мы знаем, еще и никогда не упомнится. Но если она определена как ВАР, то считается, что она определена глобально во всей функции, которая задавала ей область видимости. Разумеется, если, вот мы можем проверить, что переменная АА у нас не определена нигде, и это все перестанет работать уже в четвертой строчке. То есть переменные ВАР, в отличие от переменных ВЭД, которые видны исключительно начиная с точки определения и до конца соответствующего блока, переменные типа ВАР в JavaScript область видимости составляет целиком функцию, в которой внутри они не объявлены. В том числе их можно использовать до того, как они были даже определены, не говоря уж о том, что были присвоены значения. Нет, в смысле, подобным же образом в JavaScript работают функции. Вы можете определить функцию где угодно. И если она находится в соответствующей области видимости и даже определена после текущей строки, ее все равно можно вызвать и получить здесь соответствующее значение. Вот, можно проверить, что будет, если мы запретим определение этой функции в if. И увидим, что в strict-моде все-таки с функцией относится не настолько безалаберно, как к var. Эта функция определена в другом блоке, и, видимо, с функцией именно на уровне блока строки. А вот, но при этом не только после определения, но и до определения. Кстати, это позволяет JavaScript не требовать специального механизма, так называемого forward declaration, когда у нас есть две взаимно-рекурсивные функции. То есть у нас есть функция f, которая внутри себя вызывает функцию g, и, наоборот, функция g, которая внутри себя вызывает функцию f. Во многих языках нам сначала, например, в серии плюс-плюс нам потребуется при таком написании сначала определить, что у нас вообще функция g существует, а потом сказать, ну вот, предъявить ее определение. В жал-скрипте вам этого не требуется, у вас спокойно функция f вызовет функцию g, которая не существовала на момент определения функции f. Требуются ли для этого какие-то новые вещи, новые концепции? Да нет, как всегда не требуется. Просто-напросто определение функции g будет положено в локальный контекст. Вот statement of function. И, соответственно, здесь функция f просто возьмет его из контекста вычислений и получит то, чему, вот, то определение, которое было уже положено. То есть все вполне нормальным образом работает. Нам не требуется знать конкретное определение в тот момент, когда мы пишем код. Будут использованы те определения, которые у нас есть в процессе исполнения. Вот такая вот забавная история. Так, есть ли какие-нибудь вопросы по этой части? Хорошо. А что еще есть у нас? А еще у нас есть классы. Довольно долго 20-е существо языка не было. И добавили. Но, прежде чем поговорить о классах, поговорим о еще веселом синтезе. Принятах синтеза в JavaScript. К примеру, сделаем вот так. Так, определяем знакомую нам точку. О, X, D, S, X, Y, 20, 5, X, return, D, S, X. Такая запись служит синтоксическим сахаром. Для аналогичной записи более полной. По аналогу. Например, Y равняется function. Котор для замены X на Y. Вот это. Так, только здесь имеется поиточие. Это определение объекта. Это совершенно одинаковые вещи. Давайте проверим. Вот там. Ок. Итого кусочек синтоксического сахара номер один мы можем определять функции с помощью скаченного синтоксиса. Ничего нового здесь на данный момент не происходит. Следующая вещь. Которая может показаться уже новой. Мы можем написать вот так. Вернись. 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 И, соответственно, вот дело немножко с этим. Вернись. Заметьте, что мы пишем здесь два слова. Вернись. И давайте проверим, что это работает. Да, говорят. Да, запустим. Окей. Икс 10 ик 20. Икс 10. Блин. Неопределенно. Да, ладно, кстати. Теперь давайте посмотрим. Point. Точка икс. Это значение 10. На самом деле мы определили, скажем так, свойства с явными повреждениями, как получать и записывать его значение. Можно проверить, что если мы здесь напишем Point. Точка икс равняется 20, то, соответственно, потом из вектора мы тоже получим 20. При желании мы, например, можем сказать, что здесь будет при получении вычитать значение 100, а при сохранении прибавлять значение 100. Когда Point. Икс в исходном это минус 90, то есть 10 минус 100. Зато, если мы напишем Point. Икс равняется 20, и потом спросим Point. То мы получим 20, несмотря на то, что в объекте у нас будет, разумеется, храниться 120. Второе, вычисляемые свойства. Для них определяется ГЭТА. То есть, этот код будет выполняться, когда мы пытаемся получить значение вычисляемого свойства. И СЕНТЕР. Это метод, который будет использован, когда производится присваивание к вычисляемому свойству. Вот. Кажется, что это новая вещь, но на самом деле в старом JavaScript они тоже были. Можно было определять атрибуты свойств. И в том числе там были атрибуты ГЭТАСЭТ, то есть можно было сделать собственное свойство, собственное вычисляемое свойство. Я не буду углубляться в этот вопрос. Желающие могут ознакомиться в репозитории появится пример 3-4 properties, в котором, прямо скажем, там довольно специфический вид для всего этого, но соответствующие возможности прекраснейшим образом работают. Как я уже сказал, желающие могут с этим ознакомиться, поэтому здесь внезапно по сравнению со старт-далл с криптом все еще нет ничего нового. Так. Вот. Но для вас да, для обработки. можно, разумеется, проверить, что эти методы вызываются. setIt, setIt, вот, кей, так. Так, здесь случился setX. Окей. Так, где же мой G2X, очень интересно. А, а. Оставили 20. А, и G2X. О, да. Да, и GED, и SET вполне ожидаемым образом работают. Да, вот было видно, что здесь вывод без перевода строки был, то есть GEDX, честно, выводилось, просто я его не видел в правой части, потому что PRINT выводит без перевода строки, а это нельзя сделать в консоль. Все и до этого работало, вполне ожидаемый. Ок, вот, и, собственно говоря, переходим к классам. В классах, на самом деле, используются ровно тот же самый симпатик. Класс, C, Point. Мы можем определить, во-первых, у него конструктор. X, и здесь написать, this, x равняется y. X, и здесь y равняется y. Методы, ok, getX. Разумеется, это return. X.X. Ok, n, setX. Value, и, соответственно, x, x равняется value, и так далее. Что у нас там еще положено? Это y, cd, 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 cd. Это, я забыл. А, извините, да. Сейчас два собственные соблюдения, как раз запятые. Давайте проверим. Cue the point 10, 20, теперь X. Так. The variation of the subpoin. Я не могу её... ...дерект отделить. ...чай. На самом деле, да, нам Firefox болит, что это на самом деле просто просто LED. И здесь получаем Gpx10, Gpx20, и всё работает вполне ожидаемым образом. Вот. Что мы ещё можем сделать? Можем сделать статическую переменку. StaticOrigin. Провняемся. U. C point. От 0 к 0. И даже статический метод. StaticOrigin. Крым запрещен. Я не могу сказать, что изменения может быть. Софтпоин. Вот. И здесь можно спросить. Какой-то... C point. ...от. Можно методом, можно свойством. А, правда, для того, чтобы было красиво в какой-то воздавайте ее отделим к стриму. К стриму, это что? R-turn, да. Я здесь воспользуюсь шаблонными скобками, шаблонными строчками, которые используют в синтаксе с обратной вертик, которая находится рядом с кнопочкой стильдой. И здесь могу указать где-то свой стильд. Так, здесь у меня будет... R-turn, 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 R-turn. И, разумеется, тоже. Я хочу, чтобы это переводчикаем безнадежный блок. Что будет бороться с этим? Хорошо, я знаю, что здесь явно будет. Не дадите. Не забудь. Нет, я не могу переподелить. Окей. Рачнем все с... О, вывезти так. О, вывезти так. О, вывезти так. Не удался, потому что здесь, сходим, я вызвал как... О, а теперь все благополучиным образом работает. И R-turn, в нашем вполне ожидаемым образом работает. И GtX, правда, у меня два раза. GtX, 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 не очень интересно, но... И разные. При желании можем сместить начало как на другую... Произвольную точку, которая нам понравилась. Вот. Ну, и при этом никакого но концептуальных вещей у нас здесь не появляется. Что такое конструктор? Конструктор преобразуется в определение, разумеется, точки. Ту, которую мы уже видели. Ровно... Вот в этом. Только вместо Point написано cPoint. Все эти методы определяются, разумеется, в прототипе. Ровно то, что у нас и было. А, хотим мы сюда QString. Ну, окей. Давайте QString мы, конечно же, тоже определим. QString. Так. QString. Function. И здесь внутри, разумеется, напишем. Все ровно то же самое. Отличнейшим образом будет работать. Дальше. Что у нас здесь есть? А у нас есть статический перемен. Но опять же мы научились с этим работать еще на предыдущей лекции. Это Point.Origin. У меня целью. Point.10.10. И ровно то же самое со статическим методом. Point.Origin. Это функция. Которая, ну вот, делает ровно то, что здесь и было написано. Point.Origin. То есть, да, в JavaScript были добавлены синтаксис для работы с классами. Для тех, кто не понимает, что такое прототипное наследование и как оно живет. Но на самом деле это всего-навсего переписывание в терминах прототипного наследования того, что у нас есть. Их новых концепций в классах в JavaScript не определяют. На самом деле у нас еще есть так называемые приватные члены. Которые мы можем обращаться с синтаксисом . Но напоминаю, что приватные члены у нас до этого тоже были. Это просто-напросто переменные, которые лежат в замыкании соответствующего конструктора. То есть здесь нам тоже ничего нового не сделают. И правда, возможно, у нас что-то новое с наследованием. У нас до этого было только прототипное. Давайте посмотрим, как выглядит в этом новом мире. На самом деле не мире, а синтаксисе. У нас лет. У нас лет. Сделали конструкцию с четырьмя аргументами. Здесь все пока понятно. Здесь вызвали супер. Но на самом деле мы знаем, что это point.call . Ну, в данном случае, cpoint. Это обычный код, который идет в конструктор. Дальше здесь специфический вызов супер. Вызов переопределенного метода. Как нам можно в прототипное наследование вызвать переопределенный метод? Если у кого-нибудь какие-нибудь идеи. Куда мы идти? Куда? А, я тут не заметил вопрос, зачем вообще может понадобиться вар. Ответ на него по нынешним временам вар незачем не нужен. Просто раньше ничего, кроме вара, не было. Led и const ввели относительно постно. Но, как мы видели, весь наш код прекрасно с шиналовцем без вара обходится. Нам предлагают сделать протоктайп BetX. И это почти что правильный ответ. То есть мы здесь... C-Ship. Окей. У кого мы его взяли? C-Coming. Дальше сделаем протоктайп. No. GetX. Но если мы его просто вызовем, то он попытается вызваться на объекте-прототипе, и у него нету более X. Поэтому мы его вызовем с помощью код. И качество аргумента передадим сюда, разумеется, this. То есть, вызов переопределенной функции просто-напросто транслируется в вызов функции, который был взят из прототипа, от кого мы наследовались. Таким образом, на самом деле, опять же, есть классы, наследования, все остальное. На самом деле, в JavaScript, никаких классов как сущностей первого порядка нет. Это все то же самое прототипное наследование. И, разумеется, если мы здесь скажем что-нибудь в стиле C-Point. C-Log. Равняется вору. И потом создадим Q-Shift. Point, то у него тоже будет свойство вору. Да, тут будет C-Point. 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 Да. Мне напоминают, еще раз что, нехорошо переопределять. Ах, он от Shifted Point, от Session, или Session Point. Да. Соответствующее свойство есть. То есть, опять же, никакого нового механизма, все те же самые старые механизмы, просто в новое, ну, с использованием нового синтезиса. Концептуально никаких новых вещей здесь не появилось. Да. И, разумеется, если вам, вот, требовалось по старой ритке вызвать переопределенную функцию, то, указанным здесь способом, вы и раньше могли это сделать. Все это прекраснейшим образом работало. Вот. И никаких новых вещей для этого нет. Итого, все. Конструктор. Кстати, это ответ, почему он может быть один, потому что, очевидно, функция конструктора может быть только одна. Вот. Это специальным образом объявленные методы, которые, вот, как мы выяснили, просто синтаксический сахар для объявления методов. Синтаксис супер здесь это аббревиатура для call у соответствующего метода. Синтаксис супер при вызове методов это тоже аббревиатура для соответствующего вызова метода call. Вот. И, таким образом, классы есть, но никакой специального механизма, кроме синтаксического, для их поддержки, просто-напросто нет. А, да. Забыл, что у нас есть статические члены, которые просто являются полями соответствующего соответствующих функций конструкции. Есть ли вопросы по классу? Как нет. у нас да и 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 переменная в классе нет давайте проверим shift point 10 22 делить правда не сейчас соответственно делить нет это то самое, что не наезд обычное поле, что бы им будет приватно. вот можно здесь соответственно сделать там не знаю здесь у равняется 3 и где-нибудь здесь соответственно давайте напишем здесь basic у дополнительно и попытаемся выбрать новый и переходим а так на и Вот, мы видим, что он есть, ему присвоилось значение, но при попытке его получить, нам скажут, что нехорошо. Правда, сразу же возникает вопрос, а так ли это сильно отличается от того, что мы вместо языков использовать подчеркивание, что мы делали на предыдущей лекции, и выяснится, что как-то не очень сильно. Но, что приятно, соответствующие соглашения в данном случае портятся на уровне, соответственно, на этапе импиляции и парсинга, чтобы не можем достучаться к приватной переменной. Но, опять же, никаких новых концепций, ровно так же, как и было, положили ее в замыкание. То есть, здесь у нас так совсем на халяву-то не получится. Теперь у нас формально нет области видимости, в которую мы это положим. Но все тот же самый трюк, который у нас был для приватных полей в конструкторе, отличающим образом сработает. И, как всегда, вот методы, соответствующие, тогда придется определять на каждом экземпляре. Еще вопросы? Да, разумеется, при желании можно объявить приватное статическое поле. Можно метод btx определить приватного так далее. Раньше для этого использовались подчеркивания в начале, теперь для этого используются диетики плюс проверка времени парса. Желаюmad. Хорошо. Следующий занятный вопрос. Давайте посмотрим на Type of вот такую штуку. И выяснится, что это объект. Да, разумеется, вот так вот это вообще невалидная вещь. А вот это до сих пор объект. И возникает вопрос, а что здесь вообще происходит? Окей, но если это объект, то мы можем ожидаемо у него получить конструктор. И выяснится, что это какая-то функция. Прямо скажем, понятнее не стало. Хорошо, давайте... А, ведь prototype of нам не поможет. Что же это на самом деле? На самом деле это регулярные выражения. Можем проверить, что... ...это true. А для пустой строчки это false, потому что плюсик это повторение один или больше раз. По умолчанию они регистрозависимые, поэтому это false. Зато если мы сюда добавим признак того, что наша регулярка является регистром независимой, то мы получим true и так далее. При желании мы это все можем сделать в явном виде. Написать view. Игэкс. Опять. А плюс. Тест. Соответственно, аа получить здесь true, опять же, вполне ожидаемо. Итого. В JavaScript в целом есть регулярные выражения, у них есть множество всяких разных полезных методов для любителей регуляров, разумеется. Вот, можно пытаться скомпилировать, у них есть флаги, такие как регистр зависимости глобальных и так далее. Вот, можно искать первые и последние вхождения и все такое прочее. И есть специальный синтаксис для их записи. А именно между двумя слышами можно написать регулярное выражение. И это будет куно. При этом пустое регулярное выражение таким образом записать нельзя, потому что два слыша подряд это начало срочного комментария. Вот, и по синтаксису регулярных выражений в JavaScript, да, после этого могут быть дополнительные свойства этого регулярного выражения, которые его не делают ныне регулярным по выражению. Как говорится, вживи теперь с этим. Дальше. Напоминаю, что у нас есть Eval. Yval. Yval напиши. 10s Yval. 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 30. Как это работает? Ну работает очень просто, берется текущий точный контекст, берется соответствующая строчка, и переменным, которые обучаем, употребляют в этой строчке, смотрится в соответствующем текущем контексте, ну а дальше то, что в строчке написано, то и происходит. По понятным причинам это работает, мягко говоря, не слишком быстро, потому что эту строчку вы можете сконструировать произвольным образом, и как следствие компилятору каждый раз приходится ее зааналк-барсить. Но этот процесс можно убыстрить. Порвать, потому что в цифрусах, смотрите. Создадим новую функцию с аргументами a, b и c, которая будет возвращать a плюс b плюс c. Посмотрим, чему равняется a, b, 10, 20, 20. Вполне ожидаемо, он равняется 60. Вот, то есть мы определили новую функцию через конструктор функции. Сначала идут произвольное количество ее аргументов, после чего идет строчка тела функции. Вот, и если мы вспомним, что обычные функции на самом деле, ну вот, ровно такие же, как получаемые отсюда, то можно сказать, что определение функции, в жалст-карте, это на самом деле тоже стоксический сахар над вызовом конструктора рапфанча. Хотя это будет большая натяжка, чем мы говорили раньше, потому что определение функций еще связывает, ну, во-первых, они бывают доминованные, и, во-вторых, у них нестандартная область, видимо, не такая, как у LED, и не такая, как у WAV. То есть все-таки это не совсем уж полный синтаксический сахар, как у нас было для предыдущих вещей, которые мы сегодня обсуждали. Тем не менее, это будет отличным образом работать. Более того, за счет того, что у нас тело известно, и оно в будущем не может поменяться, приличный JavaScript движок его скрепили бы, и все это будет работать, ну, почти с той же, либо ровно с той же скоростью, как если бы вы определили просто-напросто функцию непосредственно в себе. То есть в JavaScript хотите определять функции, построенные произвольным образом, вам ничто не мешает это делать. Не то, чтобы эта возможность сколько-нибудь часто использовалась. Вот в целом, возможность делать E-VAL считается небезопасной, особенно если вы делаете E-VAL с данными, которые пришли к вам откуда-то снаружи, то есть с пользовательскими данными. Ну, собственно говоря, на том, что ваш движок рано или поздно исполняет то, что указано, как пользовательские данные, и построено множество атак. Вот, поэтому в продакшн-ходе все-таки не E-VAL, не такие, не определенные таким образом функции использовать не стоит. Тем не менее, соответствующая возможность есть и отличающим образом работать. Вот. Что еще есть? Еще есть классы. Numper и string и boolern. Вот. Напоминаю, что это не то же самое, что соответствующие типы с маленькой буквы. То есть, вот здесь numper с маленькой буквы, а здесь мы можем создать numper 1, либо даже без другой обязательно. Вот. С большой буквы. Так вот, формально это разные вещи, но, как видим, здесь и здесь типов нам выдает одно и то же. Вот. Это всего-навсего аналог обертки того, что у нас, обертки для примитивного типа, которые у нас есть в Java. Но если в Java обертка и конкретное значение это совершенно разные вещи, то, как мы видим, в JavaScript это ровно одно и то же. А, да. В чате был вопрос, есть ли в таких функциях arguments. Конечно же, есть в функциях, которые определены как вызов конструктора function. Почему бы там не быть arguments? Так вот, здесь это ровно одно и то же. В Java в проекте Valhalla пытаются сделать очень похожую вещь, но пока что до конца не дошли. А вот в JavaScript это все уже есть. То есть вы можете использовать соответствующие значения, вызывать на них методы. Вот. Куча методов, которые, разумеется, не приопределены на примитивном числе, зато определены на соответствующие обертки, которые в JavaScript являются одним и тем же. Отличнейшим образом работы. Что еще у нас есть из стандартных вещей? У нас есть таты. Людый. Другой у нас сегодня. 29.03.2022. Другой. Сейчас уже не выйдем. То есть, что будет неприятность. Так, что да, то есть. Правильно. Ну что? Пусть. 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 Сейчас. Вот даже. Не понимал, что нет сейчас. А, здесь вот вопрос. Набой звучит. Ок. А, 2022. 23, 23. О, отличным образом работает. Дэйт. Си. Вот так. Шутап и тд. Так же, как в JavaScript. Дэйт в... Ой, так же, как в JavaScript. Дэйт в... Ок. О, нет. Дейт у нас хранит в том числе время, несмотря на свое название. Как говорится, там сделали эту ошибку и здесь сделали эту ошибку. То есть, есть объекты дейт, у которых есть соответствующие поля, если вам зачем-то нужны вычисления с датами. Правда, с вычислениями с датами есть стандартная проблема в том, что она зависит от таймзоны. Как видим, в Джаусске дейт в том числе что-то и знает о таймзоне. Но если это исполняется на стороне пользователя, например, в браузере, то он будет пользоваться информацией о таймзонах, которые есть на стороне пользователя. Которая может быть не всегда вполне актуальна. И вы получите, что пользователь думает, что в такой-то таймзоне, допустим, часы переводились в одну дату. Ваш сервер думает, что часы переводились в другую дату. И будет, прямо скажем, весьма и весьма неприятно. Поэтому этой соответствующей возможности нужно пользоваться весьма и весьма осторожней. И для того, чтобы завершить наш экскурс по стандартным классам, то есть которые определены в стандарте, есть матч, у которого, ну, как бы мы сейчас сказали, есть только статические методы. Вот. Есть JSON для работы с JSON. Напоминаю, что у нас был соответствующий пример в первом семестре. И JSON расшифровывался как JavaScript Object Notation. Почему это так? Я думаю, стало всего за лекцией по JavaScript совершенно очевидно. Потому что ровно тот же самый синтаксис, который у нас был использован для определения объекта в JavaScript, используется по JSON. Ну, формально, на самом деле, в JSON используются очень более ранние версии синтаксиса, которые не позволяются... Некоторые вольности, в частности, например, не позволяются описывать функции и так далее, для того, чтобы данные были именно данными, а не исполняемыми объектами. То есть, чтобы ваши данные были гарантированы безопасными. Вот. И последняя вещь, про которую я не рассказал, это Reform Resource Identifiers. Кто хочет работать с сетью, стоит о них знать не более того. Опять же, в большинстве случаев вы с ними редко, редко когда столкнетесь. Итого, JavaScript это довольно веселый язык. Из того, что нам интересно, он использует динамическое наследование. В нем огромную роль играют замыкания. Напоминаю, что, на самом деле, в Java замыкания у нас тоже были, но в замыкания могла входить только Final переменная, которая никогда не менялась. Поэтому можно было скопировать то значение, которое в ней было на момент построения замыкания, и использовать его всегда в будущем. В отличие от этого, в JavaScript попадают именно переменные, а не конкретные значения. То есть, в жду замыкания они могут разменяться, и замыкания здесь более полноценные, чем в Java. Вместо наследования, основанного на классах, которые, как мы увидели сегодня в JavaScript, где тоже есть, на самом деле у нас прототипное наследование. А то, что добавили классы, это исключительная видимость, созданная поверх того самого прототипного наследования, в рамках которого у нас друг от друга непосредственно наследуются объекты. И в целом, наследование прекрасно ишим образом работает, даже если мы не задумываемся о том, что у нас в объектах есть метод. Отличнейшим образом наследуются значения в полях. Ну и, разумеется, то, с чего мы начали, в JavaScript те пункции являются значениями. Вы их можете передавать в качестве аргументов, возвращать в качестве возвращаемых значений, присваивать переменным и так далее, и тому подобное. И, как мы видели, эта концепция в JavaScript также очень широко используется. Вот. Да вот, JavaScript на самом деле, ну вот, и из-за полезных вещей, прототипное наследование плюс функции высшего порядка, и когда мы будем рассматривать другие языки, то нам это потребуется. Есть ли какие-нибудь вопросы о сегодняшней лекции? Окей, пока вы думаете задавать вопросы. Домашнее задание. Вам нужно будет в предыдущее домашнее задание, с которым восьмое домашнее задание, чьи, дешевым образом, связано. То есть вы его задаете одному и тому же преподавателям. Нужно будет добавить функцию parsePrefix, которая разбирает выражения, записываемые полноскобочной префиксной записью. Что значит полноскобочная? Это значит, что в ней стоят все возможные, ну вот, все скобки, и их никто никогда не опускает. То есть единственная запись выражения, ну вот корректная запись на этом языке выражения 2x-3 это то, что вы видите вот здесь. То есть никаким другим способом 2x-3 записано в полноскобочной префиксной записью быть не может. Логика за ней всегда очень простая. После скобочки у нас идет операция, после чего идут аргументы этой операции, разделенные разделители. ОК. При этом мы сегодня познакомились, как в JavaScript делается обработка ошибок, поэтому метод parsePrefix должен быть готов к тому, что ему выдадут некорректную строчку на вход. В таком случае он должен бросить сообщение об ошибке, и, разумеется, оно должно быть человеку читаемым. Вот так же к предыдущему домашнему заданию нужно будет добавить метод prefix, который выдает выражение в той самой форме, который ожидает его вызовку в функции parsePrefix. То есть ожидается, что если я возьму выражение, вызову на нем префикс, потом вызову parsePrefix, то я получу исходное выражение. Вот. Ну и в целом наоборот, по модулю пробелов, если я с помощью parsePrefix разберу выражение, а потом вызову метод prefix, то я ожидаю получить исходную строчку. Ну, возможно, тут будут чуть-чуть по-другому расставлены пробелы, например, потому что вы не будете сохранять информацию, что между минусом вот этой скобочкой там было три пробела, если бы они здесь стояли. Вы всегда выведете сейчас на один, но вот по модулю таких незначительных вещей префикс и parsePrefix должны быть взаимообратными функцией. При выполнении задания, разумеется, нужно не забыть, что у нас должна быть консуляция. Общий код для операции. Добавление операции должно занимать буквально пару строк. Вот. Экономьте память и не забывайте про обработку ошибок. Есть ли вопросы по домашнему заданию? Домашнику пишут не веселый. Да нет. JavaScript веселый, но не сразу. Скажем так, для того, чтобы наткнуться на наиболее веселые его части, нужно на нем немного попрограммировать и что-нибудь попытаться отгибачить и потом долго рвать на себе волосы и пытаться понять, а как это вообще в теории чуть-чуть когда-то работало. Но же вот, очевидно, не должно. Совсем не должно. Но работает. И это весело. Возвращаемся к вопросу по лекции и по домашнему заданию. Окей. Видимо, вопрос... Тогда на этом завершаем наше лекции и до свидания. До свидания.